Участники первого сезона телевизионного проекта «Я знаю» на протяжении долгого эфирного времени доказывали, они не просто умники и умницы, они одаренные дети, главное достояние страны. Чтобы принять участие в масштабном телевизионном образовательно-соревновательном проекте белорусского телевидения, ребята проходили отборочные туры в своих учебных заведениях. В старшей возрастной категории среди выпускников победный результат показал воспитанник первой гимназии Бреста Антон Засимок. Сегодня его называют легендой учебного заведения. Антон – это такое сочетание одаренностей и любопытства. Мне кажется, что самая главная черта детей, таких чего-то добивающихся, это любопытство. Любопытство ко всему, жажда знаний. Ну и еще, мне кажется, что общими усилиями, и его в том числе, мы создали некую систему мышления. Вот над чем стараемся работать, образовывая, не только зубрить, не только какой-то объем информации, чтобы они могли добиваться этого. Своим интеллектуальным трудом отличник Антон Засимок смог не только запомниться зрителям, но и пополнить материальную базу родной гимназии. Необычный день состоялся накануне в стенах учебного заведения. В торжественной обстановке директору гимназио сотрудников Белтеля радиокомпании был вручен новенький мультиборд. Это большая заслуга Антона, но Антона готовили, конечно, учителя. На протяжении всех лет они рядом с ним, они учили. И он воспринимал, впитывал знания. Поэтому мне слова благодарности хочется сказать нашему коллективу, каждому учителю, кто работал с Антоном. Безусловно, мы переживали. Мы тоже были в этом все в проекте. Поэтому мы у кранов телевизора и одноклассники, и коллективы, администрация, и родители болели за своих. Не только Антон. Многие дети участвовали в этом проекте и результаты показали хорошие. Учителя и руководители верят, это не последняя победа их воспитанников. Ведь сегодня гимназию номер один можно назвать одним из лидеров олимпиадного движения на Брещене. Отличились выпускники в этом году и на централизованном тестировании. Стобальные результаты показали три гимназиста. Но все же главным достижением здесь считают знания, навыки и умения детей.